Человечество уже много лет фантазирует на тему роботов И в прошлом люди представляли, что к нашему времени они станут уже неотъемлемой частью нашей повседневной жизни Но пока что этого не произошло Зато люди еще более активно начали фантазировать на эту тему И в основном уже благодаря различным фильмам и спецэффектам показывают, как роботы будут проникать в нашу жизнь Но вот что-то я заметил, что в последнее время они делают это как-то неправильно Потому что они нарушают законы робототехники, которые придумал Айзек Азимов в далеком 1942 году Всего закона три и они довольно-таки простые Первый закон гласит то, что робот ни в коем случае не может навредить человеку своими действиями или своим бездействием Теперь давайте вспомним любой фильм про трансформеров, любого десептикона И вот даже недавно, кто же в призрак доспехах? Там же тоже роботы и они причиняют ее человеку Второй закон гласит то, что робот должен повиноваться абсолютно всем приказам человека Только если это не противоречит первому пункту Опять же, есть большое количество фильмов, где все это наглядно нарушается И я надеюсь, что когда роботы придут все-таки в нашу жизнь, то они будут соблюдать эти законы Ну а иначе нас ждет сюжет фильма «Терминатор. Судный день» Кстати, пока что еще не все роботы соблюдают эти законы Потому что вот мой робот-пылесос, он походу не совсем умный И если я вот, допустим, дам ему нож, то он без труда сможет причинить не обрет В общем, я хочу обратиться ко всем производителям роботов-пылесосов Ребята, устраните эту проблему и пускай ваши роботы соблюдают все три закона Айзека Азимова Кстати, я еще не рассказал про третий закон Он гласит то, что робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не будет противоречить первому и второму закону Ну, то есть, если вдруг нам нужно выбирать между жизнью робота и человека, конечно же, робот должен собой пожертвовать Потому что иначе он навредит человеку Но, несмотря на то, что многие фильмы нарушают эти законы, есть все-таки те, которые их соблюдают И где роботы никак не контактируют с людьми, а если контактируют, то не причинают им никакого вреда Например, мне вот очень нравится фильм «Живая сталь» и, собственно говоря, вся фишка в том, что там друг с другом дерутся роботы То есть, не как в трансформерах, где люди и роботы это совершенно не равный бой, а робот с роботами Вот это круто Вообще, мне кажется, что в ближайшем будущем все военные конфликты также будут лишаться с помощью роботов Ну, для того, чтобы не отправлять на тупую скотобойню людей, где их будут убивать и, там, чтобы не рисковать людскими жизнями Будут просто высаживать два отряда роботов и они уже будут либо сами друг с другом сражаться Либо люди будут удаленно ими управлять И, как бы, никто не погибнет, конфликт решен и все круто Но пока такое есть только в играх Ну, а пока нас еще не начали призывать на военную службу, где нужно будет управлять настоящими боевыми роботами Я предлагаю поуправлять боевыми роботами в игре И, собственно говоря, сейчас покажу вам одну крутую игру на эту тему И я сейчас буду играть на айпаде, ну, тупо потому, что я люблю большой экран Но, знаете, то, что вар робот, он еще есть и на мобильные устройства Тупо кому как угоднее В играх про роботов мне нравится то, что сами роботы вымышленные, их не существует А значит, то, что фантазии есть куда разгуляться И можно придумать вообще какие-то невообразимые модели там, да В отличие от какого-то Battlefield, где берутся обычные отряды, которые существуют Но это довольно-таки скучно Здесь же все-таки можно разгуляться и ракеты, и лазеры, и все-все-все В магазине доступно больше 20 различных роботов Которые открываются по мере получения нового уровня То есть, видите, уровень 4, дальше уровень 5 и так далее Чем больше мы играем, тем больше различных роботов мы можем купить Лично у меня сейчас цель стоит, по-моему, вот Витязь Посмотрите, насколько охеренно он выглядит Его можно в ассистовом повращать У него количество пушек я, честно говоря, сначала не смог сосчитать Ну, то есть, видно сразу две ракетницы, какая-то турель, еще какие-то вот установки Короче, мне остался еще один или два уровня до него И я надеюсь, что прямо вместе с вами сейчас я его получу Собственно говоря, где же я могу посмотреть свой уровень? Так, здесь я могу изменить имя или подключить Facebook Чтобы, допустим, играть с друзьями, обмениваться ачивками и прочим, приглашать их в игру А уровень свой вот У меня сейчас уровень 3, а для Витязя нужен 4 То есть, сейчас буквально пару игр и у меня будет новый робот Управление в игре интуитивно понятное до безобразия Слева джойстик, с помощью которого ходить, собственно говоря, влево вправо А в любое место на экране тыкаем и можно крутить камеры Ну, а красная кнопка, это, соответственно, для того, чтобы стрелять Теперь надо только добраться до врагов, чтобы испытать наши пушки Ааа, тут же еще базы есть, надо базу захватить И, собственно говоря, я почему-то никто не контролю Мне почему-то кажется, что за захват базы мне дадут дополнительную экспу Изи вообще победа, я же говорил, главное это захватить базу Ну и вот, наконец-то, друзья, я получил 4 уровень И теперь могу, наконец-то, купить робота, которого хотел Витязь, посмотрите, насколько же он крутой Давайте скорее его купим Как вы можете заметить, мне буквально чуть-чуть не хватает серебра Но, на самом деле, это все потому, что я скачал игру без бонуса Всем подписчикам моего канала, компания PIXONIC подготовила очень приятный бонус Если вы скачиваете игру по ссылке в описании То вы сразу же получаете внутриигровые бонусы В виде 100 тысяч серебра, 100 золотых монет А также трех видов оружия, чтобы зайти И сразу можно было вот прям сходу нагибать Я думаю, что это очень приятный бонус И не вижу причин не попробовать эту игру К тому же, что она абсолютно бесплатная Ну и после того, как мы получили наши бонусы Я купил, наконец-то, своего робота И теперь его нужно снарядить Как вы можете заметить, у него одета всего одна пушка И дальше их можно докупить в магазине При том, что здесь их довольно-таки огромный выбор И они также открываются с уровнем То есть вот эту я еще пока не могу купить Она с пятого Но могу выбрать одну из этих Вы же, если скачивать игру по ссылке в описании То у вас уже будет сразу три пушки Которые можно будет прямо сразу же и насадить Также их можно улучшить Выбираю, допустим, улучшение И улучшаем за серебро Ну и мы ведь хотим, чтобы у нас не только были сильные пушки Но и сам робот был более живучий Поэтому его тоже можно улучшить Собственно говоря, чем мы сейчас и занимаемся И вуаля, у меня плюс 5000 кп Я теперь еще более непробиваемый Ну еще к вопросу о том, как можно получать золотую валюту Все очень просто Отдаются ежедневные задания Ты их выполняешь и получаешь Собственно говоря, вот я 25 мая только что получил И дальше новое задание Получить третий уровень Уже пройдено Получаю Тут вон, смотрите Валюта зарабатывается вообще спокойно Просто выполняешь задание И получаешь валюту Ну и вот дальше уже идут нормальные задания Если выполнить их все Можно нехило так бабла на этом деле наварить Собственно говоря, у меня есть прокачанный Витязь Давайте испытаем его в бою Я только сейчас понял, что новая пушка, которую я купил Это оказывается не пушка, а вообще щит Но с другой стороны щит это тоже не так уж и плохо Так, у меня по-моему в одном из заданий был захват базы Но я так смотрю, у нас как бы наша команда уже почти все базы захватила и без меня А ведь представьте, друзья В ближайшем будущем возможно это так и будет То, что на боевых действиях именно роботы будут ходить и превращать города Которые люди строили на протяжении нескольких тысяч лет в руины Но надеюсь, что на самом деле так не будет И все это останется только внутри игр Но я все-таки надеюсь, что за пределы игры такие сражения выходить не будут Потому что звучит это все, конечно, прикольно Но на деле я думаю, что это будет не так весело Так, ну что, мы вроде бы пока выигрываем У нас вон 5 роботов живого, у врагов 3 Но при этом, как бы, если ты умираешь, у тебя в ангаре есть еще робот, то ты можешь зайти за него и продолжать играть Но вообще хорошо, что здесь не только фраги решают, но еще и захват базы И, блин, на самом деле мы проигрываем Потому что у врагов 3 базы, у нас 2 Надо пойти захватить базу Честно говоря, я не люблю одиночные игры И предпочитаю им обычно многопользовательские И, как правило, с рейтингом Здесь он тоже есть, собственно говоря, вот здесь сбоку нажимаем на кубок И тут нужно пройти квалификационные матчи И как только вы их проходите, вы попадаете в таблицу, где играете с более-менее скилловыми игроками Завоевываете, собственно говоря, все рейтинги, турниры и все как надо Но сразу стоит отметить то, что игра в лиге намного сложнее, чем обычная многопользовательская И уж тем более, чем игра с ботами Так что, если у вас недостаточно скилла и слабые роботы То лучше сначала потренироваться в обычной игре Улучшить их по максимуму И только потом проходить квалификационные матчи Как вы можете заметить, я пока еще не очень квалифицированный игрок И здесь меня в самом начале боя раскатали просто как тузик грелку В самой игре доступно больше 20 видов различных роботов С абсолютно разными характеристиками Которые еще к тому же можно улучшать и кастомизировать Ну, я имею ввиду скины разные, покраска Все это, конечно же, здесь есть Ну и самое главное, друзья, то, что роботы абсолютно бездушные Здесь нет никакой жестокости Так что, даже если мамка вам будет говорить, что вы играете в жестокие игры Сразу говорите ей Мам, это роботы, они не чувствуют боли В общем, на этом я хотел бы закончить тему роботов И самое главное, что я хотел до вас донести Это три закона Айзека Азимова То, что робот ни в коем случае не должен навредить человеку Но при этом в этих трех законах ничего не сказано Про бои между роботами И то, что они могут друг другу навредить Именно поэтому такой формат всегда был популярен На ТВ было популярное шоу Битва роботов, где люди собирали роботов И они друг друга кромсали Ну и теперь это перекинулось на игры, где нет абсолютно никакой жестокости Потому что, когда люди убивают людей, это жестоко А когда роботы убивают роботов В принципе, пофиг Они же бездушные твари У них даже крови нету И их совершенно не жалко Меня зовут Тимур Все полезные ссылки вы можете найти в описании к этому видео Там же кнопочка подписаться У меня на этом все И увидимся в следующем выпуске Счастливо! Счастливо! Счастливо!